Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайф. Посмотрела я, ребят, уральский мукбанг, который, как всегда, как вы думаете, где? Да, на дзене, потому что Уралочка раскручивает свой дзен, и там не так много комментариев приходится удалять. А если бы на ютуб выложила, то там, похоже, было бы, ой, сколько много мусора. Ну, мусор это для нашего дворника из Таджикистана. Значит, что? Пирожки ещё не готовы. Сели есть. Сели есть, и, прошу заметить, с хлебом, а хлеба-то напилили, напилили уже, похоже, Уралка успела наесться до того, как мукбанг был. А знаете почему? Потому что Уралка сказала, что что-то очень мало капусты было. Белок небольшой. Одно мясо и капуста, в общем-то, пополам одинаково. Такое чувство, что она уже навернула прилично. Изморгалась бедняжка вся, пока ела. Ну, и, значит, вы заметили, что творил сарафан? Значит, он спросил, что там за мясо. Понятное дело, что Уралка взяла замороженное, то есть это домашние замороженные куры. Окорочка там у неё были. Ну, и индейку. И он всё, что с косточками, у неё там было филе индейки, всё, что с косточками, он выкидывал Уралке в тарелку. И это понятно, потому что домашнее он не ест. Я это сразу заметила. Думаю, интересно, как же Сафар будет есть курицу, если Уралка сказала, что она домашняя. А всё, что она готовит дома и покупает в магазине курицу, вот эту курицу ест Сафар. Ну, и, значит, что, ребят? Опять Уралка врет. Так нагло. И вот сидит же напротив Абдугани. И, знаете, вот он прям даже и поддакивает. И вот от этого так противно становится. Пацан уже научился врать по полной. Мало того, что он выругался матом в видеоролике, который они выпустили на Ютубе. Да, выругался матом. И слышно было, когда Дуня на него напрыгивала. Я даже на замедленное поставила, на самое медленное. И было слышно, что именно мат он сказал. Не блин, а мат. Ну, и, значит, что? Уралка врет. Значит, прям на ходу сочиняет. Как она ранёхонько раньше всех встала. И, значит, пока парни спали, Абдугани же в школу пошёл. И из школы через 40 минут вернулся. Да, отправили его назад. И почему-то Сарафану не отвечала учительница. Да, представляете, учительница не отвечала. А он там, наверное, какие-то фильтры поставил или что. И она не могла, похоже, ему ответить. Ну, в общем, не знаю. Ну, и, значит, Уралка говорит. Ой, замесила я, значит, тесто на блинчики. Что-то давно не пекла. Что-то вот, думаю, надо испечь якобы. Ну, и молоко было там, похоже, не свежее. Из него как раз вот хорошо блинчики приготовить. Ну, и я Абдугани, говорит, говорю, сбегай-ка в магазин за молоком. И вместо того, чтобы Абдугани идти в школу, он побежал за молоком. Вот скажите, как можно такое сочинять? Ребёнок идёт утром рано в школу. То есть она его поднимает в школу идти. Я понимаю, что магазин там рядом. Но они спали, Ауралка блины приготовила. А потом, говорит, отправила за молоком. А потом, ой, мы с ним сидели, по две кружки молока мы выпили. Ой, блинчики ели. Сказочница, у тебя же он встал и в школу пошёл. И обычно вообще такое чувство, что никто не встаёт, Абдугани сам в школу идёт. Я в шоке. Это же надо такое сочинять. Уже просто, я не знаю, уже все границы перешла с этим враньём. Что ни день, то новое сочинение. Что ни день, то новое враньё. Ну, дальше, короче, не дали Абдугани попить воды вдоволь. Хотелось ему пить. Сарафан говорит, сколько кружек ему не наливай, он вот всё выпьет. Какую кружку не налей, выпьет всё. Ну и пусть пьёт, если он хочет пить. Просто так, через силу, он не будет пить. А если хочет пить, то нужно жажду утолить. И, значит, только Сарафан налил воды, Абдугани схватил за кружку пить. А это развизжалось. Ну, куда ты? Куда ты? Давай ешь! Тебе бы только в рот уралка толкать. А то, что ему пить хочется, так тут даже уже воды нельзя попить. И с этим своим коуч, 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 коуч. Ты только и знаешь, коуч, коуч, коуч. Больше ты ничего не знаешь. И как рот открывать широко? Слушайте, как у неё широко рот открывается? Я не знаю, как она так умудряется. Вообще, у неё рот огромный. То ли она его уже с детства растянула постоянно, открывая то ли что. Но она как откроет рот, то прямо, знаете, как кошелот пасть. Я не знаю. Ужас. Ну и, короче, дальше что-то зацепились за тему, что названивают там мошенники. Уралка рассказала там, что у неё там номер телефона её бывшего мужа. Сколько уже мужа нет. Ну и бывшего, и покойного. Он бы не был бывший, если был бы жив. И никакой бы таджик его не заменил. Я думаю так. Ну и, значит, получается, что там что-то... Они там поменяли номер телефона на Уралку. Всё это дело переписали. А что, у Уралки не было своего телефона? У мужа, что ли, только был? Зачем ей номер телефона мужа понадобился? Ну, ладно. Это ерунда. И, значит, Уралка говорит, что кто-то позвонил и сказал, что сейчас ваш номер заблокируют. И якобы трубку далеко держат. Уралка перепугалась. Давай, значит, звонить в МТС. Ну, а ей там говорят, что это мошенники. И что вот они придумывают, значит, вот такие какие-то планы. И Сарафан сразу тоже. Ой, они так вот делают. Далеко трубку держат. Ребята, а у меня такой смех пробрал. Я, знаете, что вспомнила? Я вспомнила, как Сарафан сам лохом оказался. Да еще и каким лохом, ребят. Я это вспомнила благодаря своей подписчице Елене, которая написала. В сегодняшнем Мокбанке сидит Сафар и с таким умным видом рассуждает про звонки от мошенников. Забыл, видимо, как ездил по Екатеринбургу в поисках конторы, в которой его якобы выигрыш составил миллион рублей. Лошару развели. А сейчас с таким и правда умным видом он прям, ой, все там мощенники, мощенники, это мощенники. А забыл, как сам попался на мощенников. Все тебе деньги мерещились кругом. Хотелось так, денег, денег, чтобы не работать, не зарабатывать, а чтоб с неба падали. И вот их гонял по Екатеринбургу. Больше денег проездил, нежели что-то получил. Он не получил, собственно, ничего. И вы знаете, Сарафан дальше расфантазировался, когда уже поели. Когда брюхо набил, говорит, что, ой, так спать захотелось. Вот надо якобы телевизор тут подключить, да. И когда дождь, ложишься и якобы спишь под телевизор, под печку. Это ж, слушайте, у него такие фантазии, но только чтобы, похоже, без Уралочки. Чтобы одному, но Уралка же назвала его хозяином, и он уже все размечтался. Одна про баньку мечтает, как бы ее там натирал муженек, да. А второй мечтает, как бы это остаться наедине, чтобы никто голову не дурил, никто команды не раздавал. Нет, Савка, не светит тебе это, не светит. Так что еще давай-ка терпи, вкалывай, мурашей гоняй, грядки копай, траву вырывай. Ну а дальше Уралка решила его опозорить по второму кругу. Вспомнила, как он по грибы ходил и как принес поганок. И ведро побольше взял. Ну, правда, по-моему, ему и самому в кайф это, но ужас, уже хоть бы не позорился, не знает грибов и поперся в лес. Вообще-то, мне кажется, его Уралка просто ради Стёба туда отправила, да, понимала, что он грибов не знает, чтобы поржать с него, хотя она сама грибов не знает. Ну и уже в конце, да, про мошенников разговаривался Сарафан, но я уже об этом говорила. В общем, как будто мы, слушайте, все настолько древние и не понимаем, где мошенники, а где не мошенники. Но у нас Сарафан очень умный. Только сам совсем еще недавно, хотя какое недавно, попал к мошенникам и сам был лохом. В общем, мои дорогие, буду я заканчивать. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok